Здравствуйте! Приветствуем вас вновь на канале Альбатро Сантехника, интернет-магазина отопления и сантехники. Сегодняшний видеосюжет посвящен тёплому водяному полу, а именно обзору трубы для тёплого водяного пола. На сегодняшний день очень актуальный тёплый водяной пол. Труба, кроме разных расцветок, имеет разное качество и, соответственно, срок службы. Часто нам задают вопросы, какую трубу выбрать, какая лучше, какая хуже. Мы постараемся кратко сделать обзорно, объяснить, рассказать, показать. Итак, давайте начнём со следующего. Из чего же складывается стоимость трубы? Стоимость трубы складывается из сырья изготовления. Сырьё может быть первичное, может быть вторичное и вторичка с добавлением первички. Соответственно, это будет сказываться на сроке службы трубы. Например, вот, чтобы показать вам, у нас есть образец вторичной трубы. Она имеет такую матовую, немножко шероховатую поверхность. Если вы проведёте пальцем вдоль всей трубы, то вы почувствуете неровности. Соответственно, неровности эти как снаружи, так и внутри. Соответственно, неравномерная стенка, где-то тоньше, где-то толще. Это будет, скажем, решающим фактором, который отразится на цене и, соответственно, на сроке эксплуатации трубы. Первичка, в отличие, она имеет чаще всего глянцевую поверхность и имеет гладкую структуру. То есть, без всяких там выбоин, пупырышек, таким вот образом. Дальше. Из чего изготавливается труба? Есть сырьё украинского производства, есть импортное европейское. От этого тоже будет зависеть цена конечная. Соответственно, труба из украинского сырья более дешёвая. Если это первичка из импортного сырья, та же украинская труба будет более дороже. На что это влияет? Труба из первичного сырья импортного, допустим, как харьковский производитель Кёлер, она более мягкая. И аналогичная труба АТЭР из украинского сырья, она будет более жёсткая по себе. То есть, в принципе, это является основным отличием. По прочностным характеристикам одинаково. Далее. Производитель. Соответственно, украинский, европейский, Турция и класс изготовления трубы. Выделяют четыре класса изготовления трубы. ПЭКС-А, к ним относится труба ИКМА, например, труба Джентра, Бельгия, и труба ИПЭКС-Израиль, которая представлена у нас на сайте. Эта труба отличается повышенной эластичностью. Вот, допустим, трубу можно погнуть. Вот, очень хорошо. Гибкая труба. И она имеет такое уникальное свойство, как восстанавливать свою структуру после излома в течение суток. Труба класса ПЭКС-Б не относится к трубе Джекамини ИТАЛИА. Она более жёсткая, но довольно-таки оправдана и надёжна. Труба класса ПЭКС-А из этих труб у нас представлена. Труба чешская, бавинный эко-пластик. И труба класса ПРТ. Это чаще всего труба украинского производства, либо такие трубы, как ФВПЛАС Чехия, либо ГЕРС Австрия. Эти трубы тоже имеют очень хорошую гибкость. Но температурно-рабочий диапазон отличия от класса БА не 95 градусов, а 77 градусов. Дальше ещё один нюанс для того, чтобы вы правильно выбрали трубу, как толщина стеночки. Некоторые недобросовестные производители для того, чтобы удешевить стоимость трубы, делают стеночку более тонкой. То есть при наружном диаметре 16 стеночка будет отличаться толщиной. На что это влияет? Если мы, допустим, возьмём трубу полноценную и денем на концевик коллектора, то, видите, она очень туго одевается. То есть для того, чтобы ее идти, нужно развальцевать трубу. И тогда она плотно сядет и обожмётся соответствующим кольцом. Если мы берём трубу прослабленную, она заходит очень свободно, без развальцовки. И, соответственно, имеет возможность под давлением и расширением температуры просто выскочить из концевика. Часто, густо скажем так, это трубы ещё низкого ценового категории и качества, которые, ну, кроме цены, больше никакого привлекательного свойства не имеют. Что касается ценовой политики, трубы на сайте Альбатрос Сантехника в диапазоне на сегодняшний день от 7 до 21 гривен, в зависимости, опять-таки, производителя, качества, цены и всего остального. Образцы труб, которые перед вами находятся, можно посмотреть на офисе. Касательно характеристик каждого класса производства трубы, мы уже об этом рассказывали в наших обзорных статьях в разделе статьи на сайте Альбатрос Сантехника. Можно ознакомиться там, можно позвонить на телефон, проконсультироваться, как выбрать того или иного производителя. Звоните, пишите. Всегда ваши Альбатрос Сантехника. Всего доброго!